Воспитанники детского сада номер 169 принимают гостей. Авторы книги «Годовое кольцо» Ивановскую поэтессу, педагог музыкальной школы номер 5 Марину Халееву и ее воспитанников. Специально для презентации издания малыши подготовили сказку и инсценировку «Необыкновенное путешествие Маши по годовому кольцу». Ребята читали стихи, посвященные временам года и календарным месяцам. Я август, говорят, что лето закат, Я седьмому месяцу верный собрат, После рост и густущих туманов Верю запахом влажным и пряным. Это издание рассчитано прежде всего на детей начальной школы. Книги в доступной форме знакомят ребят с окружающим миром, куда вошли стихи, загадки и ребусы. Я работаю всю жизнь в музыкальной школе номер 5. И с детьми я устраиваю концерты в течение года. На 8 марта, к Новому году. Концерты «Золотая осень». И к этим концертам я писала стихи сама. Я проработала 35 лет. И стихов накопилось такое множество, что они поместились в несколько книг. И нашлись добрые люди, которые даже издали годовое кольцо. В создании четырехтомника стихов, посвященных природе, ребята этого дошкольного учреждения принимали непосредственное участие. Рисунки победителей конкурса «Рисую, храню, люблю», в числе которых оказались и воспитанники сада, напечатаны в книге. Годовое кольцо – это самый масштабный проект департамента в части издательской деятельности, поскольку нужно понимать, сначала мы нашли стихи. Специально под эти стихи мы провели областной конкурс «Рисую, храню, люблю». Мы обеспечили этот конкурс, наградили ребят. И нужно понимать, что проект стоит более полумиллиона рублей для того, чтобы издать эту книгу. Марию Халееву в департаменте культуры называют не иначе, как «Ивановская огня Барто». О том, что ее стихи будут изданы, поэтесса даже не мечтала. Книга получилась необыкновенная, потому что участвовали дети всей области, рисовали от души, рисовали ярко. И издательство подобрало к стихам стихотворение очень замечательным образом. Все соответствует, и книга получилась просто подарочная. Очень красивая, мне очень нравится. Автор книги Марина Халеева выступила с ответным словом. Ее воспитанники из музыкального класса тоже подготовили небольшой концерт. Читали стихи, написанные педагогом, и, конечно, играли на скрипке.